Здравствуйте, уважаемые охотники! Вас приветствует редакция журнала «Охота» Вот этого журнала Вот я, главный редактор, Илья Петрович Кузенков Значит, журнал можно приобрести через «Озон», через «Авито» Через сайт и на мероприятия, где редакция находится Это фестивали, это выставки и прочее, прочее, прочее Приобретайте, покупайте Я вам показал 19-й номер, сейчас готовим 20-й, юбилейный А я отвечаю на ваши вопросы Было принято такое решение редакции Каждый день на один вопрос 365 дней, 365 ответов Виктор Подпрутов Ну, тут по-английски не знаю Если ошибся, извините «Вай Петрович, добрый день! Такой вопрос, почему разрешение на птицу и вачнику по срокам охоты пишут до 10 января?» Я не знаю, это не на меня, надо спросить Это те, кто придумал разрешение Это те, кто придумал нормативные законодательные акты Вот, и они должны вам ответить Он ведь перелетный, как и утки Но уток пишут по 30 ноября Вот, видите Понимаю, что от этого, от того, что вальшнепа относится к боровой дичи Хоть это и лесной кулик И логичнее перечислять вальшнепа к болотно-луговой дичи И сроки по 30 ноября максимум Виктор, Челябинская область Дорогой Виктор, я еще раз говорю Мнение свое высказываю по этому вопросу Бардак Бардак Написали вам вальшнепа до 10 января Вы ходите 5 января Значит, с ружьем И охотитесь на вальшнепа Пули рядом таскаете в кармане Вам говорят, а что это такое? А ношение это не применение Пока вас не поймали Значит, что вы выстрелили этими пулями в кого-то Да, вы можете носить эти пули Это разные вещи Ношение и применение Я могу так сказать Я стою ночью возле магазина И думаю его ограбить Меня же никто за это не посадит Пока я не взломаю магазин Так и здесь Ношение пуль в местах обитания медведей Вы боитесь, например, шатуна И прочее, прочее 10 января или 9 у нас Разрешение на вальшнепа Где написан срок охоты К вам подходит инспектор Он не может к вам придраться Вот инспекторов нет Поэтому это легализация нахождения Не честных людей в охоту Готях С этими разрешениями С пулями в кармане А дальше там как Ну как ляжет Да, как получится И поэтому всегда писали так Значит, еще как писали иногда До отлета До отлета Было такое в СССР До отлета этих птиц Как бы они уходят Все, вальшнепа нет Охота заканчивается Но кто-то может доказывать Сейчас же все умные Что отлета нет Я еще видел вальшнепа 10 января Снегу по поясу Я видел Он полетел Попробуйте Докажите Что вальшнеп не улетел Поэтому надо, конечно Ставить фиксированные сроки И специалисты Охотоведы Которые должны Выдавать эти разрешения Всегда знают Когда вальшнеп уходит С вашей территории Даже если он там Остается по тем или иным причинам Все равно Взяли фиксированный срок Например, все 10 октября И все Охота на вальшнепа заканчивается Ждите следующего Весны или осени Понимаете Чтобы не находиться С этими разрешениями На охоте Нам нужна инспекция Нам нужна Грамотное ведение Охотхозяйственной деятельности Нам нужна Переписка всей Законодательной базы Для этого нам надо Создать государственную структуру Всегда говорю Слышь, бурый бы и дичь Поискать специалистов Оставшихся Которые обучат молодежь Которые пустят эту молодежь Уже в работу Экономическую Социальную В нашей России Если мы с вами хотим Что-то Что-то восстановить И воссоздать Я выкладывал в социальных сетях Читал старые газеты У меня их много Вот И одно и то же Приходит руководитель департамента Охота должна быть Отраслью Ушел Уволился Следующий приходит Охота должна быть Отрасль Охота должна быть Они меняются А отрасли Как не было и нет Но для этого Решение должно принять Наше любимое Родимое Государство И руководители Там правительства Администрации Президента От которых Зависит решение Это Проблемы Вице-премьеры Там Кто курирует охоту Охота сегодня Разрешена в России Законодательно И не надо Издеваться Российской охотой Понимаете Вот вы задаете вопрос Вы напишите им Пусть они вам ответят Почему у них Вальшник Пишется До 10 января А утка До 30 ноября Понимаете Лепят просто Потому что Так проще Вот Никто же не думает Что делают А почему у нас С вами кабаны Охота с лайками С 1 июня А почему у нас Загонная охота На лосей В период гона С 15 сентября Когда Быки спариваются С коровами А мы их тут Гоняем с собаками Не даем им Так сказать Воспроизводиться А почему у нас С собаками легавыми На утку Там с 5 Извините меня Августа Основные охоты С 17 августа Там или там С 20 Никогда Такого не было Легавых собак Раньше допускали До охоты Только по болотно-луговой И по полевой дичи Чтобы это Ну Как сказать Люди Которые держат собак Чистокровных Ну Это Льготы Некие Да А почему у нас Зайцы начинают Стрелять с 15 сентября В Краснодарском крае В Волгоградской области В Ростовской Когда зайчихи сукотные Когда вот такие зайчатые Люди бегут с ружьями Охоту открыли Кого Вы долбите-то Кого Тех животных Которые Так сказать Еще не половозрелые Которые Еще маленькие Детеныши Сами же творим То что творим Понимаете Не хочу Больной вопрос Виктор Спасибо большое Я дома ответил Бестолковщина Вот такой вот ответ Ваше Петровича Кузенкова Главного редактора Вот журнала Охота Вы понимаете Да Приобретайте журнал Давайте обсудим Может так и должно быть Надо Вашни пострелять До 10 января А гусей До 28 февраля Я конечно утрирую Завтра будет Другой вопрос И другой ответ Спасибо Спасибо